Всем доброго времени суток! На прошлых уроках мы с вами сделали вот такую вот галерею, добавили в нее свет, а сегодня нам предстоит запомнить ее предметами. В первую очередь это будут картины и несколько предметов интерьера. Но для того, чтобы добавить сюда картины, нам нужно их сначала подготовить. Если мы возьмем просто изображение картин и поставим сюда, то у нас возможны искажения. Поэтому нам прежде всего нужно будет перейти в Photoshop и подготовить там наши картины. В моей программе iClone я не нашла плоскости, на которую можно накладывать просто изображение. Поэтому я сделала их в программе 3D Max и перенесла в программу iClone. Они находятся у меня вот здесь в контенте, в пропсах, сейчас я вам покажу эту папку. Вот у меня пропсы, вот папка Plane. Эту папку вы найдете в дополнительных материалах к этому уроку. Видите, вот есть размер плоскостей, которые мы будем использовать. Но чтобы у нас не было искажений фотографии, то есть соблюдались пропорции, мы сейчас перейдем в Photoshop и картины, на примере которых я делала, немножечко подгоним под наши плоскости. В дополнительных материалах вы также найдете подробную инструкцию, как установить вот эту папку к себе в программу iClone. Итак, сейчас мы переходим в Photoshop, создаем новый документ. Ну давайте к примеру 1280 пикселей на 720. Наш стандартный размер 16 к 9. Открываем его. Вот у нас есть документ, в который нам нужно вставить одну из картин Куинжи. Я ищу папку с картинами. Вот она. Открываю и беру первую картину. Открыла. Теперь мне нужно перенести ее на нашу плоскость. Я беру инструмент перемещения, зажимаю ее левой кнопкой мыши и просто перетаскиваю. Видите, она у нас получилась немножечко меньше. Давайте тогда возьмем меньшую плоскость, к примеру 960 на 640. Я создаю новый документ, беру здесь 960 на 640 пикселей и на эту картину уже отсюда могу перетащить наш холст. Вот видите, теперь получилось все очень даже неплохо. Мы можем здесь немножечко восстановить ее, вот подвигать. Ну вот такой результат меня устроит. Значит, вот эту картину мы можем сохранить и помним, что она у нас с размером 960 на 640 пикселей. с тем же названием в той же папке. Вот у меня. Только здесь я добавлю ее размер, чтобы нам знать потом, какую плоскость брать. у нас было 960 на 680. И сохраняем. Первая картина у нас готова. Берем следующую картину. Эту можно закрыть. Берем следующую картину. Открываем. Попытаемся ее тоже перебросить сюда. Она тоже маленькая, но здесь мы можем поступить немножко по-другому. Я хочу, чтобы она все-таки была большой. Поэтому я захожу в редактирование, трансформирование, масштабирование. Зажимаю клавишу shift и тяну за уголок. Вот видите, наша картина, вот ее границы видны. То есть мы немножко изменили пропорции нашей картины, немножко урезали ее. Это может быть полезно там, где на вашей фотографии много лишнего, допустим, места. То есть вы можете все-таки сделать основной акцент на вот этой части, а лишнее просто убирается. Нажимаем клавишу enter и наша картина практически готова. Давайте сейчас ее тоже сохраним. обязательно с расширением JPEG. Вот она у нас. И пишем здесь размер ее. 1280 на 720. Сохранили. Теперь с остальными картинами делаем все то же самое. Я не буду больше на этом останавливаться. Я закрываю программу Photoshop. Картины наши готовы. И пойдем дальше. Возвращаемся в нашу программу iClone и сейчас будем добавлять сюда наши картины. Как вы помните, мы сделали размер первой картины 960 на 640. Вот плоскость, которая у нас есть. Я ее выбираю. Зажимаю левую кнопку мыши и перетаскиваю так, чтобы она появилась у меня на экране. Отпускаю левую кнопку. Видите, наша плоскость появилась здесь. Мы можем ее сейчас повернуть. Вот здесь сделаем 90 градусов. И наша плоскость, в принципе, готова к применению. Но, если мы поставим ее просто так, к стене, то будет очень некрасиво. И, то есть, один холст у нас, как правило, не ставится. Рамки мы к этим картинам пока делать не будем. И, в общем, мы сделаем так, как делаются сейчас современные галереи. Теперь мы добавим сюда 3D-бокс. Итак, мы в пропсах ищем 3D-боксы. Вот один из них. Добавляем его в нашу сцену. Масштабируем по оси Х, так, чтобы он был небольшой толщиной. Теперь приподнимем немножечко. Поставим за нашу плоскость. Вот так. Теперь нам нужно выровнять их. Для этого я нажимаю вот эту кнопочку и выбираю плоскость. Здесь мы ставим по оси Y и Z и центр. Нажимаем ОК. Теперь можно немножечко вниз опустить наш бокс. Масштабируем его так, чтобы получились те же размеры, что и наши плоскости. вот так немножечко подгоняем по оси Y, по оси Х и Z. Ну, тут, поскольку у нас не очень хорошо все это видно, то приходится делать на глаз. Я думаю, что вам принцип понятен. Вот так. Сейчас покрутим, посмотрим. Вот у нас получилось. Как бы утолщение и сама плоскость, на которую мы будем проецировать нашу картину. Теперь нам нужно на плоскость наложить одну из картин. Мы выбираем эту плоскость. Заходим в материалы. Выбираем текстуру. И ищем папку с нашими картинами. Вот картина, которая нам нужна. Мы ее выбираем и открываем. И видите, она тут же применилась к нашей плоскости. Теперь, для того, чтобы у нас это было единым целым, мы заходим в сцены, ищем вот наша плоскость, а вот наш бокс. Мы можем эту плоскость присоединить к боксу, чтобы они у нас не были отдельными. Итак, плоскость у нас выбрана. Мы заходим снова в параметры этой плоскости. Ищем уже известную нам кнопочку. И можно даже здесь применить к боксу. Видите, теперь, если мы будем двигать бокс, то они двигаются вместе с плоскостью. Ну и теперь мы можем поставить нашу картину на место. Мне кажется, что она получилась достаточно маленькой. Но мы можем теперь ее смасштабировать. Вот так. И опускаем немножко. Вот у нас появилась вот такая вот картина. Немножечко придвинем к стене. Вот все у нас получилось. Видите? Точно так же мы делаем со всеми остальными картинами. Я сейчас не буду на этом останавливаться, чтобы не задерживать вас. Я думаю, вы уже поняли, как это делается. Итак, я добавила картины в нашу сцену. Вот что у меня получилось. Сейчас я немножечко приближу, покручу, и вы увидите. Вот, значит, с этой стороны поворачиваем здесь. Смотрим, что у нас получилось. Вот. Теперь нам нужно добавить в нашу сцену еще несколько предметов. Значит, я хочу поставить вот сюда вот горшок с ветками пальмы в этот угол, вот в этот угол. Вот здесь мы поставим стульчик и вот здесь поставим лавочку, чтобы можно было присесть. Итак, где они находятся? Как правило, все дополнительные материалы, так называемые пропсы, находятся у нас вот здесь вот в пропсах. как их добавить в программу, вы тоже узнаете из дополнительного материала к этому уроку. Там же вы найдете и весь этот дополнительный материал. Значит, я хочу добавить вот этот горшочек. вот я его добавила. Сейчас мы его выделяем. Видите, какой он маленький у нас получился. Ну, мы его сейчас увеличим, масштабируем вот так и поставим его на место, там, где он должен быть. в угол. Вот. И сюда же нам нужно добавить листья, имитирующие пальмы. Их я возьму из другого набора. Сейчас мы поищем его. Вот из этого. сейчас мы найдем подходящие нам листья. Ну, вот, к примеру, вот эти. Тоже выводим их сюда и ставим на место наш горшочек. сейчас приблизим немножко, поднимем, чтобы было хорошо видно. Вот так. Теперь можно их объединить. Для этого мы переходим в сцену. Ищем, где наш горшочек. назначим его главным. И вот листьям. Листьям и сейчас известная кнопочка привязываем к горшочку. Теперь переходим в этот горшочек, копируем с клавиши Ctrl и передвигаем во второй угол. вот так. Видите, у нас тут и тень появляется. Все достаточно реалистично. Теперь нам осталось добавить стул и скамеечку. ищем их в нашей папке. Вот оно здесь. Вот мы поставим вот этот стул. Точно так же зажимаем, перетаскиваем сюда. Поднимаем. ищем ему достойное место в нашей сцене. давайте сюда поставим. И добавляем сюда еще лавочку. Вот наша лавочка. То же самое. Перетащили, приподняли и ставим ее на свое законное место. Вот я развернула ее на 270 градусов и придвигаю к стене. Все эти операции вам уже знакомы. Вот так возле выхода, чтобы можно было сесть, отдохнуть, если кто-то устал. Вот эту картину мы можем придвинуть немного. Сейчас мы посмотрим. Видите, она у нас очень далеко получилась. Я ее немножечко придвину. Так, чтобы она хорошо смотрелась. и можно теперь посмотреть, как смотрится наша галерея. Итак, в сегодняшнем уроке мы с вами научились добавлять предметы в нашу галерею. Надеюсь, что урок вам был полезен и интересен. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!